Когда мы с моим соавтором готовили книгу «Наша главная газета», мы работали в архивах, работали с подшивками, встречались с ветеранами, в интернете сидели, что называется. Сергея Николаевича Доморощенова называют летописцем «Правды Севера». Вместе с соавтором Альбертом Ивановичем Новоселовым они провели огромную исследовательскую работу при подготовке к изданию книги о главных редакторах газеты. Издание посвящено вековому юбилею «Правды Севера». Сам Доморощенов отработал в редакции почти 20 лет. Был сапкором, ведущим рубрики «Встреча по четвергам», а с 2003 по 2009 – заместителем главного редактора. Я знаю, что 22 июня 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных 14 призывных возрастов. 23 июня многие журналисты «Правды Севера» уже явились на призывные пункты. И одни стали газетчиками и прошли, как песня поётся, с лейкой блокнотом, а то есть пулемётом по фронтовым дорогам. Кому-то повезло и до Германии дошёл. Лейка – это, кстати говоря, не все молодые знают. Это не садоводческое орудие труда, а фотоаппарат известной фирмы. Другие стали командирами подразделений, вплоть до роты и батальонов. Не всем повезло вернуться домой. Ну, естественно, редакция оголилась, а во время войны не уходил северный комсомолец. Поэтому часть сотрудников пришла оттуда и набирали молодёжь, старшеклассниц. Кто-то прижился, кто-то не прижился. Ну, естественно, со своими трудностями газету делали. В обморок падали. Даже до обморока доходило. Даже у Суфтина, заместителя редактора, у Пономарёва, будущего известного литературного краеведа. А он работал ответственным секретарём во время войны. И им, поскольку они дневали и ночевали в газете, то им чуть-чуть паёк добавили, чуть-чуть. Ну, и никаких срывов в газету выходило. Не хватало материалов живых с фронтов. Поэтому были рады, скажем, получить что-то такое нетастовское. Скажем, тот же Суфтин выезжал на фронт. А в 1941 году в редакцию пришёл Константин Симонов, который возвращался из Заполярья, пришёл в Правду Севера, в гостиных дворах тогда она располагалась, и у него Борис Семёнович Пономарёв, ответственный секретарь, попросил стоимость для газеты. И Симонов дал два очерка. Один тут же напечатали, тут же он вышел. А второй... Со вторым история интересная получилась. Он затерялся где-то в Красной Звезде, Симонов работал в Красной Звезде, а в Правде Севера он не затерялся, он был опубликован. Это был очерк о том, что рассказал пленный австриец, о том, как воюют австрийцы, о том, как он не хотел воевать и прочее. Не все старшеклассницы прижились, поэтому сильным-то коллективом газета в те годы ещё не стало с таким коллективом, в котором стали говорить. А вот стали говорить о том, о правде Севера, как о лучшей газете, это уже в 60-е, в 70-е годы. И писатель Ильич Утин, который тогда ещё не был писателем, а был корреспондентом областного радио, получил приглашение Стегачёва перейти в газету, и, как он говорит, был счастлив, как будто в рай попал. Так он хотел работать в правде Севера. В истории правде Севера 28 руководителей с нынешним руководителем Семера были репрессированы. Кто-то вернулся из лагерей, кто-то там умер. А редактор Сидоренко Николай Ильич был расстрелян в 1937 году за то, что не проявлял бдительность по отношению к врагам. Ну, это было типичное дело. Поиски врагов велись, ну, их жена была везде находить, к сожалению. Ну, вот нашли в газете тоже. Ну, я разговаривал, скажем, с Анатолием Степановичем Глушенко, который работал при Иване Мартыновиче Тегачёве. А этого редактора называют самым успешным редактором советского времени. Самым лучшим редактором советского времени. И неслучайно «Правду Севера» стали называть лучшей газетой областной именно при Тегачёве, который формировал команду из профессионалов-ветеранов и доверял и молодым специалистам. Тегачёв был представителем газеты в обкоме партии, а следующий редактор стал представителем обкома в газете. В 20-е годы была такая практика, подолгу не работали. То есть человек поработал пару лет. Или в Москву переводили, или в другой регион. Поэтому, ну, хоть люди и оставляли след заметный в газете, да, но не такой, как при Тегачёве, который был редактором 14 лет. Поэтому и говорят об эпохе Тегачёва. Вот и тот же Глушенко говорит об эпохе Тегачёва. А при другом редакторе он работать и не захотел. Я работал с 90-го года по 2009-й. Ну, почти 20 лет. Сначала, до 90-го сотрудничал нештатно с Владимиром Михайловичем Тюрином. Потом, когда Тюрин ушёл в северо-западное издательство, я стал сотрудничать с Евгением Геевичем Салтыковым. Это два человека, которых я считаю своими учителями. Я учился на факультете журналистики ЛГУ, но там очень мало было того, что можно было назвать учёбой в профессиональном плане, в чисто профессиональном. А вот у Тюрина, у Салтыкова можно было поучиться тому, какие заголовки, например, придумывать. Я написал о мизенских купцах, которые оставили хороший след в мизине, в частности, лесозавод построили. И я дал заголовок, я его не помню, потому что он был неважный, Евгений Геевич сказал, это аморфный заголовок. Текст хороший, заголовок никуда не годится. Заголовок – это ворота в тему. Ты говоришь о суде, к которому привлекли твоего героя, купца Ружникова. Но надо ещё говорить и о суде истории. Надо знать, кто такие купцы были. Надо сделать заголовок такой. Суд над купцом. Двойной смысл. То есть он учил смотреть глубже в какие-то вещи. Бывало, что он много времени тратил и на заголовки, и на работу с авторами. Все авторы, которые с ним работали, вспоминают его добром. Он их мучил. Он читал с ними материалы часами, правил часами. Все уставали, все изнемогали, но все вспоминают его добром. Горбачёва полюбили поначалу. Были очень сильные надежды на Михаила Сергеевича, которые он, к сожалению, не оправдал. Но при нём появилось больше возможностей для газетчиков. Появились темы, о которых раньше молчали, которых не было на страницах газеты. За это ему спасибо. А рынок тот наш, несовершенный, это тоже Горбачёв. А газеты его не удерживали, рыночных этих наших условий и отношений. Тяжко было. Рекламой приходилось заниматься. Не всем это нравилось. Не все это делали. А если делали, то скрипя зубы. В Советском Союзе уважали «Правду Север». Мои коллеги слышали не раз отзывы о газете на различных встречаниях, семинарах, что «Правда Север» о да, 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 знаем, знаем, да. Её даже называли неофициально лучшей газетой из Советского Союза среди областных. «Правда Север» – это моя судьба. Я хотел работать в ней ещё со студенческих лет. Учился я на факультете журналистики Ленинградского университета. Окончил его. Сразу попасть в «Правду Севера» не получилось. Пришлось поехать в Мизень. Но в итоге стал журналистом «Правды Севера». где-то получилось так, где-то получилось так, как хотел. После ухода из «Правды Севера» Доморощенов полностью посвятил себя историческому и литературному краеведению. С 2010 по 2014 работал в издательстве «Северная неделя». Сегодня он автор четырёх любопытнейших изданий. Дважды побеждал в областном конкурсе «Книга года». Редактор субтитров А.Семкин